Открыл заседание губернатор Алексей Русских. На прошлой неделе состоялся рабочий визит бизнес-делегации региона в Республику Азербайджан. Глава региона провел переговоры с председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Равшаном Рустамовым и ряд других важных встреч. Совместно с азербайджанскими коллегами и РЖД завершаем оформление маршрута нашего товарного блокпоезда. От коллег получили полную поддержку по реализации проекта, который имеет важное значение для международного транспортного коридора Север-Юг. О необходимости его развития заявлял наш президент Владимир Владимирович Путин. В Ульяновской области продолжается ремонт автомобильных дорог регионального и муниципального значений. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах привести в порядок 6 объектов в региональном центре и 22 объекта в области. Всем объектам уже приступили к работам. Общий процент выполнения по региональной дорожной сети уже больше 40%. В этом году также мы, как вы знаете, уже третий год подряд реализуем программу по приведению активно-состоянию мостовых сооружений. В этом году отремонтируем 14 мостов, 7 муниципальных образований. Данные работы также уже ведутся и до конца октября все эти работы будут завершены. Текущая неделя в Ульяновской области посвящена национальному проекту «Экология». Центральным событием станет День эколога, который отмечают в России 5 июня. В честь праздника юнатам, студентам и общественным деятелям вручат заслуженные награды. Также будет посещение руководителями правительства Ульяновской области объектов, которые реализуются в рамках национальных проектов. Это основной контроль. Конечно, это мероприятие, посвященное развитию биоразнообразия и сохранению лесов. На заседании обсудили важный вопрос восстановления прав участников долевого строительства. На сегодняшний день практически полностью восстановили права граждан недостроя на улице Буинской в Ульяновске. Из 1129 человек, которые числятся в реестре, 913 уже получили выплаты на сумму более 2 миллиардов рублей. В Ульяновске есть еще несколько объектов достаточно крупных. Это заостроительная корпорация на улице Роза-Люксембург. Там из 327 человек на сегодняшний день 251 уже получили выплаты. Это на сумму 838 миллионов. 76 человек заявления находятся на рассмотрении в федеральном фонде. В городе Димитровграде у нас есть два долгостроя. По ним тоже принято федеральным фондом решение о выплате возмещения. Среди других новостей визит главы республики Татарстан Рустама Миниханова в Ульяновскую область. В его планах посещение предприятия региона. На совещании губернатор рассказал про обращение жителей Ульяновской области по поводу коммунальных услуг. В Куротовке одновременно произошло 12 прорывов и утечка воды. В Варском тоже много коммунальных аварий. Жители также страдают без воды. Жара усугубляет ситуацию. Губернатор поручил разобраться, куда ушли 7 миллионов рублей, выделенных на решение проблем с водой в этих селах, и немедленно исправить ситуацию. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.